Цель российского отторжения было нападение не просто на Грузию как страну, а на грузинскую государственность, потому что грузинская государственность создавала проблемы в виде успешных реформ и так далее. Грузия, с одной стороны, была примером для подражания, с другой стороны, именно потому на нас и напали, что мы были примером для подражания. К сожалению, этот успех вызвал зависть и нервозность у властелина Кремля. Что значит, что первое начало? Полные идиоты, полные дебилы могут говорить, что Грузия начала. Полные идиоты и дебилы. Когда нам говорят, что 2008-го Грузия начала войну, грузинская, главная наша боеспособная бригада была в Ираке. И у нас была возможность ее, если бы мы хотели что-то начать, мы бы в любой момент могли ее привезти. Было такое соглашение с американцами, но мы ее не привезли. И наша армия тогда реально было три неполных боевых бригад, которые были в состоянии куда-то двигаться. Это было, чтобы мы понимали, где-то в 10 раз меньше, чем российские сухопутные силы, которые проводили маневры на Северокавказе. И потом забыли оттуда уйти. Единственное, что для маленькой страны это дипломатическая солидарность и привлекательность для других. И, к сожалению, это сейчас пропало. К сожалению, сейчас мы пропали с радаров мировых держав. Грузия стала слишком незначительной. И сейчас она очень-очень уязвима. Ну, например, когда президент Трамп встречается с президентом Путиным, слово «Грузия» вообще не упоминается вокруг этого саммита. Все говорят только про Украину, что меня радует как патриота Украины, но не радует как патриота Грузии.